Удивительно коммуникабельные люди. При огромной гастрольной загруженности, постоянных перелетах, переездах, усталости, Татьяна Васильева и Станислав Садальский легко и непринужденно отвечают на все вопросы. Говорим обо всем. Об увлечениях и трудоголизме, кулинарных пристрастиях и любимых ролях. Люся Гурченко говорила, у каждого есть свои пять минут. Свои пять минут. У Тани, и эта работа, конечно, дуэнни, не скучай, ай-ай, потому что самая обаятельная, самая привлекательная, здесь даже трудно сказать. Ее фермина, самая обаятельная, самая привлекательная. Этот девиз должен быть для всех женщин. Вы должны, вот женщины, которые смотрят сегодня нас, если вас кто-то не любит, что надо подойти к зеркалу и сказать? Я самая обаятельная, самая привлекательная. Не обходится и без политики. Я сейчас, меня Тани, все время за это ругают, я буду себя вести, как Никита Михалков. Он говорит, я человек верующий, человек православный, всякая власть от Бога, должен быть с вами. Я с вами Владимир Владимирович, сейчас с вами Дмитрий Анатольевич, сейчас с вами Владимир Владимирович. Артист, в принципе, должен работать для всех. Красных, синих, голубых, зеленых. Актер должен быть, но это не интеллигентная позиция, это неправильная позиция, но актер должен все равно работать для всех. Шемкент оказался единственным городом в Казахстане, который получил такой по-настоящему ценный культурный подарок. После неприятностей в столицах, при информационной поддержке нашего телеканала и организаторов концертов, спектакли в Шемкенте все же состоялись. Главное для российских актеров было не разочаровать зрителя. Мы хотим сначала пожелать себе, чтобы мы вам понравились, потому что я здесь никогда не была, Стас был, я никогда не была. Пожелать, чтобы мы открыли сюда дорогу хорошим спектаклем, хорошим актерам, чтобы театральная жизнь здесь как-то не угасала. Я словами Есенина обращаюсь, хочу сказать, в грозы, в бури, в житейскую стынь при тяжелых утратах, когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым самой высшей в мире искусства. Ходите в театр.